Приветствую вас, жалкие человечешки. Спасибо Сергею Селиванову за подписку на Boosty. Вот так. Вообще спасибо всем, кто подписывается на канал, на ютубе, на дзене, на Boosty. Это очень помогает и очень радует. Так, я тут кстати недопрошел рейс кондишен. Как-то у меня вот это затянулось, ну и еще затянется, потому что сегодня я пройду только вторую часть. А именно Run. То есть до этого мы ходили как Невский. Теперь побежим. Побежим как Forrest, судя по всему. Ну что ж. Итак, копируем. Значит SSH. Я чуть-чуть поменьше сделаю, а то когда корова говорит, надо прибавлять. Когда я что-то пишу, надо убавлять. Итак, рейс. Подключаемся. Пароль Car. Ага, еще немножко уменьшу. Вот так. Итак, нам нужно посмотреть. LSLA Home. Да, здесь у нас Race, Run, Sprint, Walk. Walk я прошел, Race это я. Нам в Run. Идем. Идем Run. Так, я не перешел. CD, Home. Run. Во. Вот так. Итак, что у нас здесь? Во-первых, флаг, который надо прочитать. Во-вторых, исходники некой программы CAD. И, собственно, сама программа CAD. Ну, понятно, с помощью программы CAD мы каким-то образом должны прочитать флаг. Но, если бы это было так просто, то как бы... Давайте, CAD2, флаг. Ага, не считается. Отлично. Ну, давайте попробуем. Может быть, что-то другое. Например, ETC, PassWD. Вот он читается. Странно. Хорошо. Давайте тогда посмотрим исходники. CAD.C. А, черт. Что у меня такое? CAD2.C. О, господи. Так. CAD2.C. Итак, сначала мы подключаем библиотеки. Потом мы тут что-то проверяем. Есть переменные. Ладно. Какой-то буфер. Замечательно. Значит, указываем просто CAD2 и файл, который хотим прочитать. Но я уже понял, что общедоступные файлы я читать могу. А вот флаг, например, не могу. У меня прав не хватает. Хорошо. Так, здесь вот описание. Добро пожаловать. Это более, так сказать, защищенная версия популярной команды CAD. Хорошо. Ага, ага. Да, он проверяет checking users security context. И вот, собственно, контекст. Да, дальше в зависимости от того, как он проверил контекст. Не знаю, как правильно, куда ставить аргумент. Вообще, что-то я путаюсь в последнее время. Итак, если контекст 0, тут еще есть какая-то проверочка, но в целом он, короче, пишет, что пользователь имеет доступ и выводит файл. В противном случае пишет вот это, что терминейтинг и то, что у меня нет доступа. Окей. Так, вот так это выглядит. Так, хорошо, хорошо. Ладно, понятно. Итак, чтобы пройти это задание, нужно вспомнить другую комнату, которая есть на TryHack.me и где описывается тоже уязвимость Race Condition. Ну, я сейчас не вспомню, что за комната. По-моему, она на Boosty есть, если я не ошибаюсь. Так что, если вы подписаны, вы смотрели. Если нет, ну, я со временем, конечно же, выложу на YouTube. Итак, самое главное. Смотрите, вот есть такой ролик на сайте LiveOverflow. И вот в комнате на TryHack.me есть как раз ссылка на этот канал и конкретно на вот это видео. Поэтому вы можете посмотреть сначала вот это видео, потом спуститься в описание. Найти здесь вот Source Code, связанный с этой комнатой. Вот, ReadFlag. И, собственно, здесь есть вот эти уязвимые программы. И есть вот такая вот distFillTxt. Вот эта программа на C, она нам может очень помочь. Она делает следующее. Она просто меняет местами, да, то есть она быстро переименовывает. Ну, меняет местами два файла. Вот, аргумент 1, аргумент 2. Тут как бы неважно, в какой последовательности вы их укажете. Но она их меняет местами очень быстро. Вот. И ее, собственно, можно использовать. Давайте я так и сделаю. Значит, у нас это будет скрипт. Который мы создадим и скомпилируем. Значит, все это я буду делать в своем каталоге. Поэтому я перехожу обратно. Так, я у себя хоть. Home Race. Отлично. Значит, теперь NanoScript. скрипт точка С. Сохраняю. GCC. Скрипт. Здесь есть компилятор в комнате, так что все нормально. Давайте смотреть. Вот у меня скрипт. Теперь мне надо два файла. Первый файл. Это у нас будет, ну, обычный touch-test. Или просто touch-file. Неважно. Touch-file. Естественно, что файл я читать могу. Если я наберу cut-file, то я его могу прочитать. Хотя в нем сейчас ничего нет. Можно что-то добавить, но это ни на что не повлияет. И второе. Нам нужна ссылка на файл, который мы не можем прочитать. А именно вот на флаг. Link. Символьная ссылка. home run flag. Ну и назовем это, наверное, файл 1. То есть у нас выглядит теперь вот так. У нас есть файл и файл 1. Который, в свою очередь, указывает на флаг. Ну и, соответственно, если мы используем вот этот скрипт. Так, мне нужна вторая сессия. Мне нужна вторая сессия. Так, вот, отлично. У меня теперь вторая сессия. И я могу все показать. Здесь смотрим lsla. Все то же самое. Здесь запускаем наш скрипт. И указываем ему, соответственно, файл. И файл 1. Он их будет менять местами. Давайте посмотрим, как это выглядит. Все, скрипт я запустил. А здесь мы можем посмотреть с помощью команды watch. Watch. Опция n. По-моему, 0.1. Это время. lsla. Да, вот мы видим, что у нас файлы меняются. Кстати, немножко так. Ctrl-C. Поставлю поменьше. 0.5. Задержку. Так. Ага, видите, меняются. Местами то один файл указывает на ссылку, то второй. Вот и все это меняется. При этом в какие-то моменты я могу файл прочитать, потому что это просто файл. А в какие-то моменты нет, потому что он становится ссылкой на файл с флагом, который я, по идее, прочитать не могу. Но поскольку это все происходит очень быстро, у нас есть возможность проскочить, скажем так, между проверками. То есть вот эту проверку, когда он проверяет контекст, да, и открытие. Соответственно, он может проверить файл, который еще не является ссылкой и который он может открыть. А при открытии этот файл станет уже ссылкой. И, соответственно, будет прочитан флаг. Но это как бы состояние гонки, да. То есть очень быстро мы посылаем сразу несколько запросов, которые разные. И они должны по-разному обрабатываться. Ладно, давайте посмотрим, как это сработает и сработает ли. Потому что я не уверен. Итак, здесь у нас скрипт выполняется, меняет файлы местами. То есть вот этот файл я могу прочитать, правильно? Если я его прочитаю. Так, еще раз. Да, видите, в некоторых моментах permission denied, а в некоторых я его могу прочитать. То есть в некоторых случаях он указывает на home run flag, а в некоторых случаях я его смог прочитать. Но поскольку он пустой, ничего не вывелось. Да, мы сейчас проделаем то же самое, но вот с этой новой командой home run cat2. Ну и передадим ей файл. Так, и нам надо делать это достаточно быстро. Да, со второй попытки все получилось. Вот у нас, собственно, флаг. Ну, довольно-таки интересная уязвимость это вот race condition, но ее, не знаю, не очень просто объяснять, да, почему это сработало, почему скрипт так по-странному работает. Давайте попробуем еще раз. Когда он нам, видите, user has access. Да, окей. Еще раз. Да. Но вот в некоторые моменты, видите, в зависимости от того, в какой момент я попадаю, да, то есть нет доступа. В какие-то моменты доступа нет. В какие-то он читает файл, но это вот этот вот с нулевым размером. А в какие-то он выводит флаг, читая файл 1, который, ну, указывает у нас. Или файл, который тоже там указывает. Они же меняются местами, поэтому то один файл указывает на недоступный флаг, то другой. Мы же видели. Да, вот здесь можно посмотреть. Либо можно просто lsla подловить этот момент. Вот сейчас файл и файл 1 ни на что не указывают. Теперь файл, это просто файл, файл 1 указывает на флаг. Теперь они оба указывают на флаг. Теперь только файл указывает на флаг. Ну, короче, не знаю, разберитесь сами. Довольно интересная уязвимость, но она уже была на tryhack.me. И конкретно вот этот момент называется файл пэс рейс кондишен. Ну и, соответственно, есть уже решение. Кстати, обычный мув не помогает. Он вместо того, чтобы поменять местами, он просто заменяет один файл другим. Это не то, что нам нужно. Нам нужно именно менять их вот таким образом местами. То есть, чтобы они то указывали на флаг, были с ссылкой, то были просто файлом, который можно прочитать спокойно. Для того, чтобы обмануть скрипт. Вот такая вот уязвимость. Где там наш флажочек? Вот он. Racing your security checks. Не знаю. Так, это у нас отлично. Все. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok